Многоглавие Преображенской церкви вызывает восторг у посетителей музея-заповедника Кижи. Однако сама конструкция 300 лет назад была сделана неправильно, считают реставраторы. Ошибка строителей привела к многочисленным деформациям. Для того, чтобы интерьер церкви был объемный, красивый, небо, для этого необходимо было прирубы восьмеряка ставить свободными. Поэтому вся верхняя часть, вот если представить, сейчас как раз видно это, она давила на небо иконостаса, потолок, если так можно сказать, и выдавливала нижнюю часть, и она расползалась. На протяжении трех столетий специалистам приходилось выпрямлять полы, делать подпорки. Несколько лет назад здесь установили фундамент. Проведены реставрационные работы нижних ярусов Преображенской церкви. Сейчас идут работы с четвертым и пятым технологическими поясами. Мы знаем, что перед тем, как нашлись работы, были большие споры, как среди публики, так и среди градоначальников, то есть градозащитников, архитектурных защитников, среди профессионалов. Мы очень рады тем, что теперь уже идет некая консолидация, люди уже согласны с тем, что делается. Сейчас понимание у людей, у профессионалов достаточно общее, и все понимают, что это дело нужно продолжить до конца. Теперь задача укрепить памятник деревянного зодчества. За консультацией по этому вопросу руководство музея заповедника Кижи обратилось к миссии Международного комитета ЮНЕСКО. Во время визита в Карелию эксперты обсудили различные варианты усиления конструктивных элементов. Другой такой церкви, как церковь преображения, не существует. Именно поэтому она включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы посмотрели, как ведутся работы, обсудили проблемы, которые возникают в ходе работ. Кроме того, мы обсудили план управления объектом всемирного наследия, который сейчас готовится в музее. На острове миссия провела три дня. За это время они проинспектировали кижский ансамбль и теперь взяли зачет. На официальное заключение о ходе реставрационных работ и мерах по охране памятника всемирного наследия эксперты ЮНЕСКО сделают только через месяц. Анастасия Капустина, Алексей Миронов, Вести, Карелия, Кижи.